Всем привет! Сегодня я выбрался на реку Лесный Воронеж, что неподалеку от моего города, города Мичуринска. Попробую сегодня порыбачить хищник. Сегодня воскресное утро, такое не очень жаркое, пасмурное. Ветерок обещают сегодня до 8 метров днем, так что в принципе погода щучья. Температура вот такая уже осенняя, приближается сентябрь, скоро начнется жор. Сейчас же я хочу проверить, в каком состоянии выдаем в этом участке. Есть ли тут активность хищника. Попробую какие-нибудь новые приманки и обязательно попробую те, которые никогда не давали мне поклевок. Тоже хочу попробовать. Старые добрые 130-е, так я назову наверное данный ролик, поскольку давненько я на них не рыбачил. 130-е, ну и чуть поменьше может быть будут фоблеры, но по массе не маленькие. Были жкунцы, там допустим какие-нибудь подповерхностные приманки. Вот, посмотрим. В общем, речка такая интересная здесь, красивая. Есть и тут рыба, узнаем в этом ролике. Надеюсь будет что-то вам показать. Так, ну снасть это проверенный GoMotion с тестом до 28 грамм. Пока что не меняет данное удилище. А катушка, это недавно мной приобретенная, левая MGX. Заменил здесь рукоять. С Алиэкспресс заказал карбоновую рукоять, более длинную. Мне так удобнее, потому что базовая ручка маленькая очень. Так, что же у нас по приманкам. Здесь пока вот участок слева поглубже. Справа у нас получается заросли. Там дальше уже выходит намель. Вот, там будем менять приманку. Сейчас же поставим какой-нибудь, наверное, в углерок, который способен занырнуть метра на полтора, на два. Начну, наверное, вот с этой приманки, недавно приобретенной. Это Lucky Craft Real Bait. Правда, это плавающая версия, с таким мягким силиконом. Хвостиком. Сейчас посмотрим, она нам глубоко не нырнет. Но вот здесь вот пятачок обловить, я думаю, получится. Когда дальше пойду вдоль этого берега, в левую, поменяю приманку, чтобы такое, более ныряющая. Сейчас хочу вот здесь вот обловить участок такой локальный. Именно этой приманкой. Так, весит она что-то, по-моему, в районе 30 грамм. Так, ну такая довольно упористая штука. Быстро всплывает. Говорят, он неплохо дергается. Ну, короче, можно завести его, чтобы он боками шагрил. Да, прям чувствуется вес. Есть! Догнала я взяла. Лежащую, блин, приманку. Камера была выключена. Маленькая щучка. В общем, она клюнула. Кинула под дерево. Клюнула. Промазала. Я дернул, подсекла. Приманка высочила. Метр два пролетела. Лежала на воде. Она догнала. Схватила просто лежащую приманку на воде. Не знаю, что там камеру успел заснять. Давай, сходи. Сойдешь, нет? Щучка. Убежишь, не убежишь? Крючки там хорошие. Вряд ли ты убежишь, потому что ты уже на двух крючках висишь. Так, ладно. Сейчас будем тебе отцеплять. Как тебе отцепить-то? Так, чтобы сильно не травмировать. Ага, один есть. И второй есть. Ну вот, первый шнурсом приманка разловлена. Еще интересно. Вот кинул прям, сразу баклевка. Ну, она маленькая промазала, в общем. Как-то ударила. Я подсек, приманка выскочила. Наверное, метр два пролетела. Она ее догнала и схватила опять. Пока камеру включала, ну, по-моему, третий раз ее схватил. В итоге, короче, она сам засеклась. Я так понял. Да, такой же еще никогда не было. Ну, прям кинул буквально, сразу. Она выскочила откуда-то. Может, из куста. Поменял приманку, поставил неон, так называемый, неон-130ф. Блин, компания, не помню какая, по-моему. То ли и Тума, то ли Либерти. В общем, не помню, как это называется, фирма. У многих рыбаков он славится как ловитель шнурков. Не знаю, я еще пока не видел на него ни одной поклевки. Он здесь вот по мелочи часто. Насколько я знаю, он глубоко не идет. Попробуем сейчас здесь на него порыбачить. Принесет он мне что-то? Или нет? Кидал уже, наверное, полчаса. На Риал Бейт. Та приманка, на которой была поймана одна щучка маленькая. Ну, больше не я так. Ни выходов не видел я. Подошел к такому интересному участку. Левый берег весь в лесу. Здесь такой имитации плотины. Не знаю. Естественно, это... Или помог человек. В общем, тростник разделяет реку. Есть такой изгиб получается. И после этого тростника можно сказать, яма. Поставил диповый инквизитор. Почему-то он с этим поводком. Поводок, в принципе, не очень толстый. Но он тонущий оказался. Не суспендер. Попробую. Справа от меня там коряки, я знаю. Сейчас попробую здесь покидать. Вот встану. Тут течение такое. Меня смывает, так сказать, с места. Сносит. Сейчас немножко оплыву его. Видно. А, скорее всего, это образовалось, естественно, путем. Хотя нет. Вот видно сваи. А здесь, скорее всего, был какой-то мост. Какая-то переправа. Потом течением намыл здесь коряги. И, в общем, все дело заросло. А вот эти сваи... Может быть, здесь была какая-то, не знаю, мельница. Что здесь было. Либо мостик. В общем, что-то здесь стояло. Попробуем сейчас здесь покидать. Диповым. Мину. Насколько это возможно. Реально. Никогда здесь ничто мне не давалось поймать. Поклевка. Тут тоже никогда не видел. Место крайне перспективное. Но ловить здесь нужно либо на джих. Либо, может быть, какие-то ратлины. Даже вот, так сказать, этот интересный... Для щуки место, заросшее с перепадом глубин. И даже вот вдоль него никогда не удавалось не видеть ни одной поклевки. Ни мелкой, ни какой щуки. Сейчас попробую поменять приманку. Есть у меня покрупнее глубоководная версия от компании Изуми. 120, по-моему, длина у меня. Сейчас посмотрим. Мастер Лонг Лип Мину 120. Такая вот приманка интересная. Толком на нее тоже не рыбачил. В некоторых местах кидал, помню, в прошлом году. Но... Поплелок там не было. Попробуем сейчас здесь. Она более упористая, конечно же. Ныряет поглубже. О, прям к коряшкам. А весь рыбка большая и побольше. А вот, по-моему, и первая рыбка на... Что-то он не сопротивляется. Рыба-то там? Вроде рыба, не палка. Но что-то она не бьется. Но сейчас, наверное, забьется, я так понимаю. Если это не палка, кажется. Да, щучка небольшая. Да, она не крупная. Забагрилась. Маленько. Шла как-то поперек. В общем, намотала поводок вокруг себя. На крючке. Карандаш такой. Сейчас она очнется. В общем, наизуми. Вот этот самый с длинным названием воблер. Кинул я к берегу. Через речку. Ну, такая где-то с полкило. Щучка. Может, чуть покрупнее. Щупачок. Получается, атаковал, наверное, снизу приманку. Так, рискую я руками отцеплять щучку. Так. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Тих-тих-тих-тих-тих-тих. Ну, вот приманка. А вот рыба. Плыви. Плывешь? Плывешь. поводок мы превратился в поросячий хвостик потому что намотал его на себя как вашим обмотала и зацепила еще крючком у так то есть капкан такой хрен сорвешься ну вот разловил интересный воблерод причем я разловил его вот в этом месте на клюну мне уже в этом сюда пригнал здесь коряги сейчас отойду еще назад попробую здесь кинуть несколько раз то себя кинул буквально наверное вот в этот район к бревну вот к этому чуть чуть левее и вот и видно что здесь коряги откуда-то отсюда на высочек скорее всего где-то в этом районе на течевого проводка есть равномерка с элементами твиче то есть он довольно таки интересно вихляет этот воблер тоже с поводком он тонущий медленно тонущий так подсак big fishing ты мне наверное сегодня не так не пригодишься судя по активности рыбы которые я так понимаю совсем не активно сегодня погоду нас опять менять давление растет в общем такие вот пинг флойд вот видно под водой множество коряг то есть этот деревья большие поваленные здесь очень много бревен всего такого что нравится хищников частности щуки хотелось бы конечно чтобы экземпляр был покрупнее ну как говорят губа не дура сейчас кину еще может быть пару раз вот так вот так потом зайду поближе поставлю мелководный какой-нибудь в бюрок откидать там маленький затон так пока камеру не буду выключать так сказать онлайн как обычно сейчас когда происходит онлайн что-то сейчас либо переменка зацепится за палку корягу придется подплывать отцеплять нет вроде прошло там счет вначале было какое-то препятствие может быть палка таким довольно таки хорошими рывками то есть приманка принципе какие-то такие завихлений там в воде создает пробуем сейчас поближе к берегу надо в сторону немножко отклоняется в общем твич в принципе можно и глубоководные кренки в этом смысле мину с этим go motion справляется но приманка конечно играет своеобразно вот сейчас кидаю примерно в тот район где была поклевка то есть коряги там довольно таки не глубоко а вот и как раз их цеплять самой коряги все сели первую корягу вторую прошел на третий зацеп поставил вновь реал бейт от лаки крафт сейчас вот это место коряк корягах обкидаю коряги там чуть чуть правее она приманка идет неглубоко может быть какая-нибудь зубастая выскочит из этих деревьев вот она онлайн сошла она маленькая была карандашик прям откуда ты даже не понял откуда ты отсюда что ли откуда она тут взялась со дна наверно поднялась в общем третья рыбка была на сегодняшний день от этой приманки что там происходит с катушкой какие-то звуки непонятные соблазнительницы хищников но интересно конечно играет так вихляет роллит то есть реально прям создается впечатление что это малек так сказать ладошечный бьется конвульсиях он даже на ее иногда даже разворачивается и так понимаю настолько это нравится хищник что она на ваших глазах атаковала до пузико она показывает интересно конечно приманка такая сопротивляется значительно то есть сопротивление оказывает хорошие что на прямолинейной проводки что при твичинге а вот и кран к разловлен тоже маленькой щучкой крэнк от мегабас поставил решил попробовать вдоль берегового сказать свала ух какая свечка крэнк по моему называется если не память не изменяет deep x20 то есть он до двух метров у него загубление вот она клюну кинул под лопушки это здесь на и стояла ну крандаш мощный какой карандаш то меня всего брызгал на фигасе со стороны кажется маленькая такая мощный но зачем-то вторым крючком зацепилась щучка вызвать не надо я тебя сейчас выкину обратно в речку вот о какая где-то полки ложка снаружи засеклась вот такая приманка как она называется ну да 320 и полки ложка об ныряй свое так сказать жилье ушла камушей вот первая щучка на крэнк более-менее такой крупный щучий крэнк я решил сегодня попробовать различные приманки вот где-то вот в этой палке наверное рядом с ней она и стояла здесь клюнул иду вдоль берега и пытаюсь что-то поймать здесь такой береговой свал идет то есть трава и в глубина вот на границе металл свала приманка идет на такой нормальной глубине до двух метров она ныряет пришел попробовать что-нибудь поймать на нее вот мне повезло то есть сегодня щука и на крэнке реагирует проводку я делаю равномерно то есть небольшое ускорение и небольшая пауза называется как по правилам стоп-н-го наверно вот так ускорение делаю ну как ускорение не средний темп наверно больше к быстрому делаю темп проводки небольшие паузы то есть такое замедление об хотел немножко не так кинуть ну как получилось ну вот я уже думал вот она вот она вот это преследует маленькой карандаш не стал брать как прям маскинонг такая грамм наверно 2 200 откуда она вышел непонятно то есть слева откуда я уже от берега отошел довольно-таки значительно поднялась хотела сожрать ветерок подул посильнее и щучка начинает наверное активизироваться то есть такая погода что левая ей не по душе скорее всего чуть подул ветерок и наверно настроение у нее позавтракать после продолжительной рыбалки уже наверное часа два-три наверно точно поклевок небо поставил я в антенн магнум кинул под веточку и вот он шнурок очередной выскочил ударил сейчас будет отпущен перспективное место здесь такой миляка редкая трава размер принципе как весь день сегодня мелочь как-то наук льет и не понимаю ударяет снизу треники всем засаживается в челюсть руками просто так не достанешь засадился хорошо крючок маленько по ротик порвался ну да что-то отдай ты елки-палки в язык попал свободу попугаем об ушла в антенн магнум суспендер кидал 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 не знаю уже битый час наверно уже приманки кучу перепробовал разных манг ветер меняется то есть погода нестабильные поэтому хорошего клёва нет будем довольствоваться тем что есть кинул под берег буквально метров наверно 10 заброс такие коротенькие делаю забросы поскольку здесь особо далеко это некуда кидать речка узкая один берег заросший пока под нос не попадешь клевать не хочет вот такими вот палочками разным прибрежными она и ждет мои воблеры короче чтобы клюнула щучка нужно чтобы звезды сошлись иначе никак идет впереди такой интересный участок здесь сто процентов есть щука это потому что на протяжении довольно таки обширно таких заросли травы нет здесь он есть как бы локальный такой участок любом случае это маленькая была только что клюну вот пожалуйста откуда она вышла вот глубина здесь порядочно метр два есть буквально здесь не травы она шла откуда ты не знаю даже может быть не поняла откуда видел то что она атаковала но вот здесь конкретно для нее укрытия не было никакого такая же грамм 300 наверно какая только что была отпущена тюкнула но на крючок не попала вот крен как мегабаса принес мне небольшого акуняру поклевка была яростная все-таки рыбку я поймал еще одну нормально такой ладошечный окунек поймался за глаз какой толстый питанный поймался он за глаз так акуняр наверное все таки ты будешь у нас одноглазый глаз ты себе не сохранишь плыть грамм 150 поклевка была жадная принес мне сегодня этот крынг вторую рыбку фри 2 0 маленький окунек его преследовал сегодня но только этот клюнул такая прям поклевка была жадная жадная плыву по течению обкидываю прибрежные коряги в надежде что вот такие окуньки клюнут вот из-под одной где-то здесь где-то дерево поваленное под водой он и соблазнился здесь уже пошли территории турбас что неподалеку от донского там впереди чугунный мост железнодорожный туда-то я и иду конечная точка моего сегодняшнего рыболовного путешествия крынг между прочим хорошо проходят коряги но иногда он все-таки в них застревает вот в этих самых корягах здесь окуни и прячутся пробуем это место где только что клюнул окунек с другой стороны кинуть провести здесь же только с другой стороны может он там не один был хотя как правило здесь на речке окуни не стайны с чем это связано известно в общем в стайме они у нас здесь не ходят наверное маленькая концентрация рыбы так подразумеваю так вот эти вот коряшки очень перспективный по окуням сейчас попробуем о ветерок не помогает хорошо попробуем сейчас здесь провести прям по этим деревьям может какой-нибудь карандашик выскочит да деревья здесь густые проводку делаю медленную чтобы так сказать все палочки облезать лопатой но никто не хочет выходить кинул под то дерево ага а вот и карандаш обещанный маленький-маленький ну мне все такие сегодня так что так щучка это самый маленький наверно сегодня давай сходи сам нет не хочешь ухты вот как ощущенцы зачем за второй крючок то блин засадился и как же у тебя получилось стоять бояться последний остался терпи зубастый ушел высвоясь вот эта коряжка принесла щучку маленькую но принесла вот я подошел в конечной стадии своего сегодняшнего маршрута передо мной чугунный мост железнодорожный рядом с ним есть мостушка я уже вижу метров 200 до нее осталось сейчас покидайтесь в некоторых местах поклевок больше не было пока в общем принципе рыбалка удалась я считаю рыба была поймана вес был зафиксирован пусть трофеи конечно маленькие но главное как говорится участие перчатки рыбы пахнут значит на рыбалке был вам же желаю удачи ваших путешествиях а в рыболовных путешествиях желаю вам ни хвоста ни чешуи пусть сбудутся все ваши пожелания и мечты всем пока